На территории Ульяновской области сегодня находятся почти полторы тысячи памятников истории и культуры, или, как сейчас принято говорить, объектов культурного наследия. К сожалению, состояние некоторых из них вызывает обеспокоенность и тревогу. Мы попытались выяснить, кто должен охранять и реставрировать наше культурное достояние. И для чего же нужно это делать? Это делается для того, чтобы, во-первых, сохранить нашу региональную самобытность, или, как сейчас можно говорить, идентичность, то есть некую систему ценностей, которая как раз и помогает вырабатывать этот пласт нашей истории и культуры. Во-вторых, в конце концов, это дань уважения предкам. В-третьих, наверное, это воспитание, может быть, это громко сказано, но воспитание любви к малой родине. Основную роль по контролю и надзору за исполнением федерального законодательства об охране объектов культурного наследия осуществляют специалисты соответствующего управления. Закон Российской Федерации об объектах культурного наследия возлагает обязанность по сохранению объектов на собственников. Сейчас, в наше время, значительная часть объектов культурного наследия находится в частной собственности. Соответственно, наша задача, как органы государственной власти, понудить, побудить их каким-то образом, мотивировать к тому, чтобы они добросовестно исполняли эту обязанность. По словам начальника управления, как правило, мотивации служат претензии. Но если собственники на претензии не реагируют, то надзорному органу приходится обращаться в суд. В прошлом году управлением было подано 40 исков и 150 претензий. Результатом этих судебных разбирательств, как правило, являются штрафные санкции. С частных лиц от 15 до 200 тысяч, а с юридических от 200 до 5 миллионов рублей. Но, как отметил Евгений Сазаненко, за штрафами они не гонятся. Главное, чтобы была выполнена работа по сохранности объекта. К сожалению, объект культурного наследия – это специфический объект недвижимости. Он не может быть ремонтируем по обычным правилам, которые применимы в отношении других зданий, сооружений. Закон требует привлечения именно специализированной организации, организации, которая имеет необходимую компетенцию, полномочия, лицензию Министерства культуры Российской Федерации. И поэтому их услуги и строительные материалы, конечно же, в этом случае стоят дороже. В последнее время список объектов культурного наследия пополняется заметно меньше. Значительная часть объектов в Ульянске была поставлена на учет в 70-е годы. В Государственном архиве новейшей истории хранятся архивные документы, которые рассказывают, как велась охрана памятников, начиная с 1943 года. В документе за 1943 год сохранились сведения о создании в Ульянской области Бюро по охране памятников, революции, искусства, архитектуры и литературы. Здесь он перед вами. В нем указано, что этот орган будет заниматься сохранностью памятников, то есть будет составлять исторические справки, а также принимать участие в разработке новых памятников. В архиве сохранились уникальные документы за 1984 год о создании историко-мемориального комплекса «Музей-заповедник. Родина Владимира Ильича Ленина», одного из наиболее известных и больших мемориальных зон Ульяновска. Собственно, второй виток постановки на учет памятников произошел в 90-е годы при активном участии Александра Зубова, на тот момент директора «Музей-заповедника». Именно тогда расширялась заповедная территория. Сегодня памятники на территории музея-заповедника, как и раньше, находятся в хорошем состоянии. Как считает директор мемориальной территории, все благодаря музеификации памятников. Гораздо труднее сохранить его, когда он находится в частных руках, или бесхозный, или у арендаторов. Поэтому, к счастью, наши прекрасные домики деревянные, покрашенные, обихоженные. И мы их очень любим. И благодаря этому квартал историко-мемориальный представляет собой такую целостную историческую и сохранную территорию. Интересно, что на территории заповедника рядом с музеями соседствуют жилые дома. Это тоже объекты культурного наследия. На вопрос, как собственникам этих домов удается сохранять свои жилища, директор мемориального квартала призналась, что сложно. Конечно, человеку, который владеет памятником, ему достаточно сложно. И, конечно, я должна сказать, что комплексной программы государственной, которая поддержала бы таких владельцев памятников, на самом деле не существует. Есть много попыток приступить к решению этой проблемы. Каждый регион решает этот вопрос по-своему. К примеру, на региональном уровне действует компенсация до 50% частным лицам, которые отреставрировали на свои денежные средства объект культурного наследия. Кроме этого, действует льготная арендная плата для тех, кто взял в аренду памятник в плохом состоянии и обязуется его отреставрировать. У нас есть очень большое достижение. Несколько лет назад было создано управление при мэрии, замечательное, которое должно заниматься историческим центром, памятниками, которые находятся в историческом центре города. Случай беспрецедентный, только наш. Это наш опыт региональный. И, на мой взгляд, он очень хороший. Во многом благодаря управлению по развитию исторической части города, музей-заповедник, в том числе и частники, живущие на его территории, смогли благоустроить улицу к 150-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. В планах руководство мемориального квартала приведения в порядок улицы Льва Толстого. Конечно, не без участия дирекции. Также планируется довести до конца громкое дело, связанное с домом под номером 65 на улице Льва Толстого. В этом месте под именем реконструкции был построен высокий клубный дом, который находится между двумя объектами культурного наследия, между нашими музеями. Вот в настоящее время уже устоялось в судах всех инстанций решение о том, что один этаж этого дома должен быть снесен. И сейчас идут судебные разбирательства по поводу судьбы первого дома, который выходит на красную линию. Под крышей областного государственного автономного учреждения культуры «Ленинский мемориал» также находятся несколько музеев федерального значения. Пожалуй, одни из наиболее известных объектов культурного наследия – это сам мемориальный комплекс, расположенный на площади Ленина, и дом-музей Владимира Ильича Ленина на улице Ленина. Мероприятие проводится по охране постоянно. Совсем недавно проведена в доме музей реставрации надворных построек. В прошлом году завершена реставрация фасадов дома-музея. То есть задача учреждения и задача государства – поддерживать объекты в драмативном состоянии. Несмотря на вышесказанные слова, большая часть людей, живущих не только в нашем городе и регионе, на вопрос, как охраняются памятники, все равно скажут, что плохо. И на это есть причины. Действительно, на улице города мы видим объекты культурного наследия, которые находятся не в очень хорошем состоянии. Так кто же должен охранять памятники истории и культуры? Конечно, без помощи государства, особенно это касается России, здесь мало что получится. Потому что представьте себе, умирающее село, там красивая церковь, но неужели вот эти две бабушки, которые там остались, они смогут эту церковь отреставрировать и в каком-то хорошем состоянии ее поддерживать? Конечно, нет. Здесь нужна серьезная поддержка государства. Но в идеале это должно быть стремление снизу и помощь серьезной финансовой, в том числе сверху. Вот это идеальный момент. В качестве паскриптума хочу напомнить, что в Конституции нашей страны написано, что каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Герман Баранов, Уллправда ТВ.